Сегодня в России очень велика потребность в энергичных и творческих людях, умеющих воплощать свои идеи в жизнь и создавать будущее как своей страны, так и малой родины. Новые экономические и социальные реалии требуют дополнительных усилий, новых методов работы и новых подходов к решению задач, реализовывать которые способны руководители нового типа, настоящие лидеры. Ульяновская область уже несколько лет подряд на уровне страны представляет свои лучшие кадровые практики и занимает призовые места в соответствующем конкурсе Федерального министерства труда и социальной защиты. Один из таких эффективных проектов, который был реализован в Ульяновской области, это проект «Родине служить», который предполагает привлечение молодежи на государственную и муниципальную службу, создание эффективного резерва молодежного, который в дальнейшем должен быть уже привлечен для работы в госорганах. Крайне важно создавать условия для того, чтобы талантливые молодые люди приходили именно на государственную службу, развивались и в дальнейшем могли принести пользу нашей стране. Дмитрий Баснак высказал уверенность в эффективном диалоге по обсуждению современных подходов управления персоналом на нынешнем форуме. Тем более, что в этот раз собралось большое количество экспертов, в том числе и из-за рубежа. Например, представитель страны восходящего солнца, Масаюки Мацмура, поделился секретами подготовки персонала по системе «Кайдзен», какие-то аспекты которой можно применить и в российской корпоративной культуре. Я хочу сказать, что различия между Россией и Японией есть, в том числе и климатические. В Японии жарко, а в России холодно. Есть такое мнение, что климат влияет на характер людей. И я думаю, что люди, которые воспитаны в северных холодных условиях, они очень сильные и терпеливые. Поэтому я думаю, что работа по «Кайдзену» здесь должна идти хорошо. На тематических площадках кадрового форума обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и органов власти различного уровня по обмену HR-технологиями в области кадрового менеджмента. Представитель Казахстана поделился опытом привлечения и удержания молодежи на госслужбе, а также рассказал об антикоррупционном воспитании. Я поговорил с участниками сегодняшнего мероприятия о противодействии коррупции. О этом важном, но тем не менее очень пагубном влиянии. Для того, чтобы преодолеть его, необходимо как раз таки, во-первых, и в подрастающем поколении, и уже в гражданах сформировать как раз таки тот самый настрой, который называется антикоррупционное поведение. Более того, оно известно как активная гражданская позиция. В данном случае, для того, чтобы противостоять фактам проявления коррупции, необходимо научиться не проходить мимо определенных таких коррупционных проявлений, а быть вовлеченным в этот процесс и обязательно сигнализировать выполномоченные соответствующие органы, которые с этим явлением борются. Нынешний кадровый форум не случайно посвящен 20-летию президентской программы подготовки управленческих кадров. Ведь на сегодняшний день одним из главных инструментов инвестиционного развития Ульяновской области является потенциал высококвалифицированных управленцев. Именно таких специалистов, умеющих воплотить свои идеи в жизнь и создающих будущее России, формирует президентская программа. Алексей Матюнин, Олег Тончин, Константин Никитин, репортер 73.